Под девизом «Сильная экономика, процветающая Россия» в Ульяновском государственном университете впервые состоялся всероссийский экономический диктант. Такое событие значимо не только для нашего региона, но и для всей страны. Многие исследования показали, что неграмотность в экономической и финансовой сфере приводит к огромным потерям как личного бюджета, так и бюджета в целом страны. То есть некоторые специалисты говорили чуть не о 10% всей экономики волового внутреннего продукта за счет этой неграмотности. Я думаю, что с помощью этих вещей, различных вещей, мы можем повысить экономическую и финансовую грамотность людей, и тем самым и им помочь, и тем самым помочь нашей стране. Желание поучаствовать в мероприятии изъявило 150 человек. Проверить свою финансовую грамотность и повысить уровень знаний пришли люди, как максимально приближенные к экономической сфере, так и совершенно далекие, но не менее заинтересованные. Что-то новое, чего нельзя получить на обычных формах занятий, в любом случае, я надеюсь, будет. Тут всякие такие интеллектуальные развлечения. Вот я и на географические ездил, вот сейчас узнал, что есть экономические, хочу посмотреть свои силы в области экономики. Вот ЕГЭ тоже задаю, вот бывает. Мне безумно интересно проверить свои знания. Я работаю, правда, в сфере финансов, это Министерство финансов Ульяновской области, но мы пересекаемся с экономикой постоянно. Поэтому проверить, что именно осталось у тебя в голове, это действительно интересно. Главная цель диктанта – развитие интеллектуального потенциала молодежи, оценка экономической активности и экономической грамотности всего населения. О том, что может дать участие в подобной акции, рассказала одна из организаторов Мария Рогаткина. Безусловно, тут несколько вариантов. Первый вариант того, что они сдают и понимают для себя, что им где нужно подтянуть. Может быть, это история, может, это финансовая грамотность, может, экономическое какое-то развитие, может, это цифровая экономика. Первое. А второе – это просто для себя, это сертификат всероссийский, ну и, наверное, это такой, как некий шаг в будущее, когда ты не просто идешь на пары, а ты еще дополнительно идешь куда-то, развиваешься и узнаешь что-то новое. Сам диктант состоял всего из 25 вопросов, на каждый по несколько вариантов ответа. Все работы пройдут тщательную проверку комиссии, а результаты будут известны уже после 25 октября. Кристина Жакот, Данил Сурков, Новости Ульянской правды.